Зима пришла, и мы традиционно для этого времени года погружаемся в дачную тему. Но в этот раз речь пойдет не о плохом электричестве, нерадивых председателях или соседских войнах. Поворот, скажем так, необычный. И в эту сторону сургутские садоводы из обанкротившегося кооператива «Виктория» свернули, пожалуй, первыми в стране. Дело в том, что сургутянка выиграла суд у администрации города, который постановил, далее процитирую выдержку из определения судебной коллегии по административным делам суда Югры. «У города есть обязанность по осуществлению дорожной деятельности, деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, реконструкции и содержанию автомобильных дорог на территории бывшего кооператива ПСК номер 26 «Виктория». Именно эта формулировка, кажется, стала причиной разночтений. Истец хотела качественного содержания дорог, имея в виду чистку снега и летнее латание ям, то есть всего того, что происходит с городскими дорогами общего пользования. Мэрия пошла по буквальному прочтению определения и выстроила другую цепочку. Чтобы содержать улицы, они должны отвечать прописанным в регламентах и законах требованиям. Для этого их надо построить, в узких границах сделать это сложно, территорию надо расширять. Предполагается, что за счет земельных участков уже занятых дачниками. Такой поворот. Нюансов в этой истории много и, кажется, все их не охватить даже большим сюжетом. Но мы попробовали. Дмитрий Круковец выслушал стороны. Дмитрий Круковец. 12 октября 2021 года Сургутский городской суд признал бездействие администрации города в части обслуживания дорог и проездов бывшего ПСК 26 «Виктория». Они должны обслуживать, потому что эта земля находится в муниципальной собственности. Просто она не оформлена в реестре. Вот и все. На зимнее обслуживание в итоге мэрия взяла пару центральных улиц, остальные проезды чистили дачники. Администрация пробовала обжаловать решение Сургутского городского суда. Ситуация дошла до суда касационного. А спорить решение первой инстанции не получилось. Администрация проиграла спор. В решении суда сказано обязать администрацию города Сургута осуществлять дорожную деятельность в понимании статьи 15 федерального закона номер 257 ФЗ об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. В понимании настоящего федерального закона предусматривается в том числе осуществление дорожной деятельности на проездах и автомобильных дорогах общего пользования, которые соответствуют своду правил действующих и ГОСТов. Смысл кроется в деталях, причем как в словах чиновников, так и в позиции дачников. В первом случае, как люди подконтрольные различным ведомством, сотрудники мэрии опираются на документы. Чтобы нам выйти в належащее состояние содержания данных автодорог, внутриквартальных проездов территории, соответственно, у нас есть требования к расстроительному проектированию земельного законодательства. В соответствии с чем, администрация города разместила муниципальный контракт по разработке и утверждению документации по планировке территории, уличной дорожной сети. И вот что мы на сегодняшний день с вами обсуждаем. Жаркая дискуссия случилась на публичных слушаниях. Пришли на них около полусотни дачников и услышали во многом шокирующую информацию. Чтобы дороги можно было содержать, их нужно построить. А чтобы они соответствовали всем нормативам, существующие проезды необходимо расширять за счет площади существующих дачных участков. Ширина улицы в красных линиях составляет 11 метров, что является наименее допустимой шириной для размещения линейного объекта. По разработанному проекту планировки территории кооператива «Виктория» пересмотреть придется площади 1100 участков из 1300. Те объекты, которые попадают в границы уличной дорожной сети, условно говоря, красных линий, то, о чем проектировщик Иван Сергеевич нам пояснил, оно попадает все под изъятие. Изъятие у нас подразумевает это выкупная история с рыночной оценочной стоимостью и возмещение затрат. Вы для кого собираетесь строить эти дороги, если там жить будет некому? Вы сейчас разрушаете 1099 участков, которые обязаны будут снести свои строения. Вы для кого эти дороги будете делать? Подождите. Для кого? Участники публичных слушаний. Мы не были изначально инициаторами. В мэрии настаивают. Дело в формулировке. Речь в постановлении суда не о содержании имеющихся проездов, а именно об осуществлении дорожной деятельности, в отношении чего строгие правила. Нельзя просто чистить те улицы, которые есть. Это будет нецелевое использование бюджетных денег. Они должны быть в собственности у администрации города. Не может администрация. Она же почему не чистила никогда дороги в Виктории? Потому что у нее нет на это никаких юридических полномочий. Не может администрация города чистить то, что ей не принадлежит. Мы связаны четкими нормами. Если мы возьмем на содержание те дороги, которые не соответствуют ГОСТам, то мы получим ряд предписаний от правоохранительных органов, от органов прокуратуры и так далее. Есть и другая сторона вопроса. Почему на содержание де-факто существующего дачного кооператива в принципе должны уходить бюджетные средства? Если мы, допустим, на квартирных жилых домах несем время и производим оплату за содержание территории общего пользования, место общего пользования, в том числе расчистка проездов, уборка снега, то дачные кооперативы – это вот такой несколько изживенческий характер поведения потребительский, где собственники измеренных участков не хотят нести никакие затраты, а требуют это от администрации. Ну вот администрация, пользуясь нормами закона и строительными нормами и правилами, может выполнять только в таком формате. Единственное, пожалуй, в чем сходятся в этой истории и дачники, и чиновники – уникальность ситуации. Подобных прецедентов в России еще не было. Дальнейшее развитие событий может послужить практикой для будущих аналогичных разбирательств по всей стране. Позиция садоводов из бывшего ПСК-26 «Виктория», впрочем, геометрально противоположна мнению чиновников, решение суда не влечет за собой обязательного строительства новых дорог, а значит, не требуется и передела участков. Ни в одном решении суда, ни в одном кассационном определении нет того, что нас нужно межевать. Что вот нам нужно сделать межевание – это необходимая мера для того, чтобы начать содержать. Содержание дороги не имеет значения ни ширины этой дороги. На территории ПСК-26 «Виктория» самая узкая дорога – 4,5 метра. Я не думаю, что техника не может пройти в такую ширину. Дорога во въезд в кооператив, к сожалению, она тоже не соответствует нормам. Там нет освещения, там нет пешеходных дорожек, там нет пешеходных переходов. Более того, там у нас всего одна, по-моему, или две остановки. Но это не мешает администрации содержать эти дороги. Самое страшное, что по всем этим дорогам передвигаются пешие люди. Они идут в вечернее время суток, их не видно, ну и рано или поздно случится беда. На публичных слушаниях и после них, говорят жители, были направлены и озвучены десятки замечаний к предложенному проекту. Пока на портале документы города Сургута, где публикуется вся официальная информация, нет заключения о результатах. Как только оно появится, вопрос вынесут на депутатские слушания. Но жителей не устраивает, что будущая комфортная дорога, между прочим, даже с ливневкой и тротуарами, пойдет по их участкам и домам. Категорически было сказано, вот это будет существовать так, как мы нарисовали. Так, как мы нарисовали, это 18 метров проезда. То есть, если наши проезды от 5 до 7 метров, то, грубо скажем, 6 метров проезд, сюда 6 метров и сюда 6 метров. Эти 6 метров пойдут с участков людей. У нас это единственное жилье с ребенком. Поэтому, если администрация вдруг примет это решение изъять частично участок, то под изъятие попадает часть моего дома. Я даже не могу представить, куда мы денемся с ребенком в этот момент. И плюс участок станет меньше 5 соток, меньше 4 соток, что по законодательству как бы не положено. В этой ситуации пока, похоже, коса нашла на камень. И кто окажется крепче, неизвестно, ведь ставки крайне высоки. По сути, вопрос стоит в признании, как минимум, дачного кооператива полноценным сектором ИЖС. Это влечет за собой наступление определенных обязанностей со стороны муниципалитета. Но и город к такому повороту, похоже, пока не готов. Это миллиардные вложения. Сколько потребуется денег на выкуп, подлежащих изъятию земельных участков, не могут подсчитать даже сейчас. Выходов из ситуации немного. Мы обязаны исполнять решение суда, но это не отменяет возможность собственников. И мы действительно будем готовы к диалогу. Мы не можем их заставить, мы можем предложить вариант все-таки зайти в суд за пересмотром этого решения. Наверное, единственный вариант, который исключит вот этот негатив, ну там действительно это очень сложная ситуация, это жителям, собственникам, простите, земельных участков объединиться и организовать, может быть, два-три на их усмотрение, новых дачных кооперативов, которые будут обслуживать сами себя, так как это делают абсолютно все дачные кооперативы в городе Сургуте. В известный поставлен и наш мэр, и губернатор области, и представитель президента в Уральском федеральном округе. Мы ждем результата, мы ждем, что нам ответит администрация. Сейчас идет проектирование будущего комплекса работ в Виктории. Изъятие земельных участков – следующий этап. Времени договариваться и принимать то или иное решение сообща, которое будет устраивать все стороны спора, все меньше. Дмитрий Круковец, Дмитрий Луцко, Юрий Шаповалов, Даниил Панков. Специально для программы «Новости. Главное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова